МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центр Киева застраивается многоэтажками. Любой сквер, паркинг, детская или спортивная площадка могут внезапно превратиться в бетонно-кирпичную башню, а то и в полноценный жилой комплекс. Растет количество домов, этажей, квартир, автомашин, подрастают дети, а жизнь в Киеве становится все менее комфортной. Пробки на дорогах, парковки на газонах, переполненные детские сады и школы, очереди в поликлиниках, перегруженные сети и коллекторы. Карта Киева ребит от значков новых строек, растет количество очагов конфликтов между застройщиками и местными жителями. Как возникает конфликт? Рассмотрим на примере проекта многоэтажного жилого комплекса, который Киевгорстрой планирует возвести в Соломенском районе на улице Кудряшова. Вот в этом месте. В небольшом тихом микрорайоне по обе стороны улицы Василя-Лыптишского, бывшей Урицкого, за последние годы построили и строят 14 многоэтажных жилых комплексов. Но никто не строил школы и поликлиники, а обочины дороги и дворы плотно оккупировали тысячи автомобилей. Когда-то тихая и пустынная улица Кудряшова узнала, что такое утренние и вечерние пробки. Протесты местных жителей начались, когда Киевгорстрой обнародовал планы строительства нового жилого комплекса на улице Кудряшова, 14А. Посмотрите на эту картинку, и вы поймете, на каком пятачке планируется возвести очередную многоэтажку. Активисты из числа местных жителей написали письма в различные станции, рассказали о выявленных нарушениях, о детальном плане территорий, о перекруженной инфраструктуре, о ливневых и талых водах и о прочих проблемах новоявленной стройки. Основная интрига развернулась на заседании земельной комиссии Киевсовета, где предварительно решалась судьба участка. Поначалу все шло прекрасно. Депутаты прислушались к мнению жителей и проголосовали против изменения целевого назначения участка. Удовлетворенные принятым решением, активисты покинули Киевсовет. О том, что произошло позже, нам удалось узнать только благодаря видеотрансляции. В конце заседания депутат Михаленко сообщает, что с депутатами уже поработали, а активисты уже ушли. И предлагает переголосовать вопрос. Вот как прокомментировало это предложение депутат Иван Картавый. Тем не менее, депутаты при полном соблюдении процедуры переголосовали вопрос и приняли решение в пользу застройщика компании Киевгорстрой. При этом главным лоббистом был депутат Юрий Зубко. По странному стечению обстоятельств он работает управляющим делами компании Киевгорстрой. Уважаемые депутаты Киевсовета, мы не ушли. Мы живем в Киеве, и мы будем жить в Киеве. Противостояние не закончилось. Ваши избиратели. Редактор субтитров А.Семкин